всем привет приехал на очень сложную квартиру где было уже очень много обработок от клопов сейчас постараюсь формате видеоблога все это показать во-первых это замечательно чтобы меня заставили третью комнату сделать как раз она потому что нашли кого-то никого-то свет вот за вами прям включается живых никого не было но я нашла во-первых следы обитания а во-вторых нашла кладки знаете где вот в таких приколах все что шершавое вот они там понаделали я это все конечно папа пропарили да и вот такие дырочки вот такие вот дырочки но живых здесь никого нет и я при этом не могу найти живых нет видимо из-за препаратов которые были не обработаны они получаются погибают потихоньку вылупляются новые успевают вас там укусить и по новой делать да и по новой да по нам если тут надо что-то снимать расскажите типа какие-нибудь часы да все снимем до картины даже самые маленькие чисто он не разбирается ничего страшного просто формат книжка самый нормальный диван нормальный нормальный очень удобно его обрабатывать да началось все отсюда уже третий раз за нашу историю здесь проживания и вот да тут повсюду это все дело вот вот так вот я находила непосредственно гнездо вот прям за этой штукой но я тут уже два раза все бахнуло вот тут все тоже оторвано специально чтобы вам было удобно туда заливать поговорили еще про очистителем из какого-то плинтуса вот да все верно из вот этого один вылетел вот отсюда но вот если посмотреть видите все чисто да чисто то есть они либо приходят от кого-то постоянно что странно но вот тут если присмотреться вот вот тут даже я это все проходила паром прям так чтобы со всех шилей это тоже все все мы там прошли паром все перестирали на плюс шестьдесят это я убрала чтобы это вот к себе к этому был досок подготовились очень хорошо приходили к нам четыре мастера обрабатывали я конечно не вспомнил чем но вы написали да первый раз было там цеперметрином еще чем-то тоже в общем-то перетроидом второй раз вы написали непонятно да второй раз мне никто не ответил что это было третий раз был какой-то форсайт про да да это уже получше это уже там карбоматы а четвертый раз снова вот эти вот что были в первый раз фас четвертый раз фас и вот эти вот порошки смачивающиеся гранулы но это тоже по сути как первый раз вот эти перетроиды значит диван я с той стороны посмотрела как могла из-за того что он не разбирается я посветила там фонариком вроде явно следов никаких не нашла и все ну все до чего дотянулось я прошла паром и причем кресла вот эти тоже чистые эти плинтусы здесь тоже чистые я не пойму откуда они либо это не до конца они будут тут все можно вот прям прям поднимать и заливать это мы будем только рады сейчас все зальем ну в рамках разумного конечно можно неразумно всю квартиру залить ну главное просто грамотную стратегию выбрать правильно подобрать препарат еще через какой-то смотрю при себя окно прямо на кухне вы же на кухню не пойдете или пойдете на кухню да будем тоже да барьерная обработка обязательно так здесь написал каким препаратом будем делать всякий случай потом загуглите если все продукты убрали вот здесь вот будет обрабатываться вытяжка вся так туалет ванна тоже обработаются вот те вытяжки помешает нет не помешает девушка вон там ну да нормально в этой квартире скорее всего может быть два варианта первый это они качественные препараты выбрали первые дезинфекторы которые вот тут четыре раза проводили обработку слабенькими средствами сделали в итоге и иммунитета добавили клопам и расплодили их и в итоге так вот либо второй вариант от соседей приходят как бы мы говорим обычно от соседей когда приходят их видят клопов в нестандартных местах ванна туалет коридор здесь не видели их но здесь не обычный дом здесь очень старый дом старые постройки видите трубы идут как бы типа почти как стояк и очень много щелей и вот в каждой комнате получается такие вот трубы с огромными щелями знаете люблю я такие сложные квартиры где уже куча дезинфекторов побывала потому что по большей части основную работу за нас уже сделали другая фирма ну или другие фирмы а нам осталось только правильно стратегию выбрать выбрать правильно препараты добить остатки лопов так оставляю у вас вещи да и какую квартиру надо у соседа сейчас был там принципе клопов не нашел живых не было он их как бы успел зачистить вот только черные точки такие небольшие да так что он во время вы его вовремя нашли два этажа вниз все-таки до 3 до 2 3 3 у нас еще потолки 3 трехметровные мы можем где-то между этажами эпицентр там где-нибудь 3 4 этаж тут гнездо с яйцами вот вот смотрите видите черная . вот рядом беленькая лежит вот это яйцо вот тоже вот вот эти зеленые подушки они почему-то все да как это кровь какие-то какие-то потеки такие вот кляксы какие-то как будто вот кусают человека а он не понимает он как бы давит просто случайно даже может во сне ворочается и да не субботу будет ну то есть субботу еще две квартиры посмотреть не сказать что у них прям эпицентр не сказать там просто много яиц просто как будто затравлен я третий раз уже приехал в этот дом сейчас буду делать тут обследование сразу в двух или трех квартирах и в соседней квартире дезинфекцию это соседняя квартира я тут вчера был на обследование и приехал я сюда как раз уже сегодня на обработку значит вот здесь мы нашли попов здесь вот гнездо попов так ну вот сразу можно видеть и наблюдать что тут что-то было кляксы от плывков смотрите в общем квартиры под вами там прямо тотальнейший ремонт но все чисто прям вообще никаких следов потому что ты за ремонт как бы все уже зачистили следов не видно но чистая квартира а квартира под вами и вот левее там мужчина все-таки открыл но отказался прям его упрашивал но молодой молодой да но видно что прям вот ну не хочет пускать так что у меня все равно подозрение именно на эту квартиру мы сейчас позвонили собственнику на третьем квартире там где снимают на третьем этаже она попробовать сейчас сама им позвонить чтобы они открыли дверь и они начали нам врать что нас никого нет мы все вот в 11 было очень рано а в пол двенадцатом уже никого дома нет вот они открылись двери открыли только что на третьем этаже? Да. Ой, на четвертом. Сейчас еще на третьем, где? А, еще на третьем, да. Давайте подождем, может? Который на тромой. На тромой, четырехкомнатной. Может быть, они сейчас разродятся и пустят вас? Здрасьте. Здрасьте, еще раз. С четвертым мы пока не обезжают. С третьего сказали, идут домой откуда-то, пока типа тоже нет. Вот здесь сказали, что все есть, можно заходить. Так, у соседей есть, а четвертый и третий тоже? Пока не отвечают. Хотя она мне вчера подтвердила, но я что-то пока не беру. Да, здрасьте. А может так сходить, позвонить просто? А там дверь без звонка. Так вы больше не находили, да? Да. Ну вот сейчас посмотрела, ничего не находили. Здесь вроде все, ну, ничего нового, знаете. А вот того крупненького клопа, вы в этом кровати его нашли, да? Да. Он сидел в этой емкости под шурупом. Ну, в принципе, и вот эти ближайшие две недели он мог появиться. Да, но он не умирает. Смущает только то, что он не умирает. Сейчас умрет. Эй, подождите, не надо, чтобы сейчас. Надо же, чтобы он погулял по отравленной. Когда сейчас матку придет? Ну, давайте ватку, да, побрызгаем на ватку, сделаем тест. Где он там? Вот он сидит. На животе. Вот этот откинулся. Погиб ты. Да, вот этот живой. Вот он шевелится. Все с ним хорошо. Ясно. Значит, наверное, иммунитетный, да? Ну, скорее всего. Но его ничего не берет. Он сидит там больше недели на этой вате. Я его еще гоняю. Дрессирует, как лошадь. Ну, ладно. Так что на нем попробуем потом. Попробуем, да. Приду, вот, препараты какие-нибудь затестим. Снова в этот подъезд иду. Уже другая квартира заражена. И тоже с клопами. Вот весь подъезд получается в клопах. Здрасьте. Здрасьте. Ну что, идем? Давайте. Надеюсь, конечно. Честно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну хорошо Субтитры сделал DimaTorzok